Всем доброго времени суток. Сегодня мы поговорим о VSL2 в Windows 11. Это подсистема Windows для Linux. Появилась она еще в Windows 10, но разобрался я с ней только сейчас. Сейчас покажу как она работает. Показывать буду уже на Windows 11. Для начала нам нужно открыть панель управления. Это можно сделать через поиск. Пишем панель управления. Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. Ищем здесь подсистема Windows для Linux. Ставим галочку. Ок. Закрываем это окно. Перезагружаем компьютер. Заходим в обычные параметры Windows. Центр обновлений Windows. Проверяем наличие обновлений. Оно должно скачать и установить необходимые компоненты VSL. Снова перезагружаем компьютер. Открываем Windows терминал от имени администратора. Правой кнопкой мыши по логотипу Windows. Затем открываем этот файлик, который я выложу в нашем Telegram канале. Копируем вот эту команду. Вставляем Enter. Закрываем это окно. Переходим в Microsoft Store. Качаем Ubuntu или Kali Linux. Я же покажу на примере Ubuntu. У меня здесь кнопка запустить, так как я уже все скачал. Вам же нужно будет нажать кнопку установить. Теперь открываем нашу скачанную программу. При первом запуске у вас запросит имя пользователя и два раза пароль. Эти данные вы должны придумать и ввести. Затем вводите поочередно вот эти команды. Первая команда обновляет список репозиторий. Вводим наш пароль. Вторая обновляет версию дистрибутива. Третья обновляет сам дистрибутива. Все дальнейшие команды нужны для установки графической оболочки и необходимых компонентов. Если же вы все сделали правильно, после ввода вот этой вот команды у вас отобразится вот такое окно. Теперь можем проверить, как это все работает. К примеру, запущу Firefox. Просто введу название. Если вы хотите установить программу, вводите sudo apt-get install и название программы, как в обычном Linux. Enter. Ждем, пока запустится наш Firefox. Сейчас я вам покажу, что это версия для Linux. Также можно заходить в приложение Linux прямо из-под Windows, которое вы уже установили. Ищем здесь папку с названием Ubuntu. Можно открывать прямо отсюда. Я же сейчас открою расположение файла, чтобы каждый раз не открывать эту папку. Можно открыть магазин приложений. Можно открыть что-нибудь из LibreOffice. Открою еще параметры системы. Как видите, все отлично работает. Вот параметры системы. И покажу, на какой операционной системе я это все устанавливал. Открываю параметры Windows. О системе. И вот, как видите, это все установлено на Windows 11, версии 21H2. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в группу в Телеграме, ставьте лайки. Данный файлик с командами выложу там. Всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok